ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Василь Палыч Синичкин прорубает для английских учителей окно в Европу, а саратовский силач Владимир Кравцов готовится выжать от груди очередную рекордную штангу. Здравствуйте! В эфире программа «Общественное мнение. Утро». Я Михаил Дерешев. Кому турагентство открывать, кому песни петь, а кому штангу жать. Желательно лёжа, желательно от груди, желательно больше трёх центнеров. Он к этому почти готов. Околеваем! Володь! Здорово! А ему жарко, посмотрите. Он заслонил с собой весь проход, и в этом нет ничего необычного, если человека зовут Владимир Кравцов. Саратовский силач, известный, да что уж, на весь мир известный. Живёт на окраине города, в обычной квартире, просыпается в обычной комнатке и сразу же на весы. Это у него индикатор настроения. Если цифры больше, чем в предыдущий день, значит настроение хорошее обеспечено. Прибавка на 400 граммов. Вчера было 126 кило, а сегодня уже 126 400. И это хорошо, значит хорошо кушал Кравцов. И нормальную человеческую еду, и специальную. Протеины, белок, шкаф уставлен банками и кегами. Знаешь, когда я был молодым, я ел много мяса, молока, яиц, чтобы набрать вес, чтобы поднимать много. И организм мой с благодарностью отзывался на большие приёмы пищи. Но сейчас мне 38 лет, я не могу просто физически переработать такое количество продуктов. И выхожу из положения с помощью употребления спортивного питания. Задевая спиной стенки коридора, Кравцов рассказывает, что вообще-то уже первый раз завтракал рано утром. Но завтрака у него два, поэтому сейчас будет второй. И так уже много лет. Я занимаюсь строительством. Я строю мышцы. А для того, чтобы стройка не останавливалась, нужно постоянно подносить, подвозить строительный материал. Ты строишь бесконечную Вавилонскую бар. Как я строю? Воплощение Вавилонской бар. И останавливаться нельзя. Обычный рацион. Геркулесовая каша, которая уже каши и не считает, а типичным стройматериалом. И куриные яйца. Много яиц. На Кравцове держится производство яиц области. Десять штук закладываются в мисочку. Пару часов назад тоже было десять. Всё разбивается в кружку, желтки отделяются. Если всё с желтками есть, там слишком много жира, это уж точно вредно. В результате белки десяти яиц с парой желтков в пол-литровой кружке. От одного вида мутит, а Кравцову привычно. Даже специй не надо. А соль? Соль. Зачем? Да без соли же не возьмешь. Вот вредно, видишь? Барабанная дробь? Давай. Слушай, теперь должен такая аналибная трепка петь. Что? Голос, 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 голос. Голос? Селища в руках у него и правда необыкновенная, хотя объёмы мышц не знает. Говорит, что раньше мерил, теперь нет. Он же не бодибилдер, а пауэрлифтер. Не хватает сочинения. Вот, вот, короче, вот так. Вот здесь примерно у меня 22. 22.44 и ещё не хватает. Ну, слушай, за 50. Возможно. Нормально так, слушай, за 50. У некоторых такая голова. А когда-то Володя Кравцов был обычным мальчишкой из городских окраин Саратова. И когда-то, как тысячи и сотни тысяч подростков, он пошёл в видеосалон, где как раз шёл предвыборный фильм кандидатов в губернаторы Калифорнии. Посмотрел фильм, назывался он «Команда». Команда. Для подростков это было что-то, ну, не знаю, Шварценеггер, это был как «Человек с луны». И мы туда зашли, к компании, после просмотра фильма все вышли и дружно начали спрашивать друг друга, где тренажёрный зал. С тех пор качалка стала смыслом жизни. С тех пор Кравцов выиграл десятки соревнований и установил десятки рекордов. Россия, Европа, мира. Выступал на «Арнольд Классик» в Америке. С тех пор Кравцова знает каждый человек, увлекающийся спортом. Узнают на улицах, фотографируются, просят автографы. Конечно, ему нравится известность. Правда, не всегда. «Стоит кружку пива поднять только на проспекте Кирова, и на завтрак все уже говорят, что Кравцов там пьяный был». «Спивается Кравцов, да. Помните спортсмена Кравцова? Да, пьёт». Рекорд Кравцова в жиме штанги лёжа 365 килограммов, но это в экипировке, специальной майке. Пару лет назад Владимир решил отказаться от экипировки, чтобы всё было по-честному. И выжил 300 кило. Мировой рекорд. Но тут, два месяца назад, некий венгр Ласло Межарош выжил 300 с половиной килограммов. Причём на турнире, который судил Кравцов. И теперь в мае Владимир собирается встретиться с венгром в Москве. Вот он, Ласло, слева на картинке. Здоровый такой бугай. «Ладно, здоровей, порвём его, как тучика. Здоровей, не здоровей, его судьба уже...» А вот Кравцов тоже немаленький, с плёткой сидит. Ласло вызывает. С плёточкой сидишь, забавка. Смотри, за счётами. Казалось бы, Владимир Кравцов, 38 лет, куча побед, рекордов и наград. Детская мечта быть самым сильным в мире давным-давно воплощена. Но нет же, всё съедает по 20 яиц и тягает железо. Про себя могу сказать, что в спорте реализовался на 99,9%. А вот 1,1% сидит где-то внутри нереализованности. Заставляет вновь идти в зал, вновь пожирать собачьи витамины, горы пищи. Тренироваться очень много и долго хочется ещё всё-таки ещё что-то сделать. Напоследок Владимир Кравцов подарил свою книгу «Беспредельная сила» и сказал по секрету, что если её дочитать до конца, то тоже можно выжать 300 килограммов от груди. Ну хорошо, а как ты говоришь, нужно поставить её между Толстым и Достоевским? Тогда мне будет приятно. Володь, ну что я могу сказать? Ну, желаем тебе успеха. Спасибо. Пробедите Венгра. Спасибо. Ты не сомневаешься о победе? Нет, не сомневаюсь. А ты сомневаешься? Нет. Ты сомневаешься? Нет, нет. Ты сомневаешься? Ты с Венгром справишься. Надо славать. Нам ещё с Венгром. Нам ещё в Америку ехать. Ладно. Слушай, когда с Венгром это сладишь, там, потом приезжаем. Мы с тобой. Итак, Владимиру Кравцову нужно поднять более 300 килограммов. Для простоты понимания это как две Ольги Баталиной. Учитывая тот политический вес, который она набрала за последний месяц. И на этом мы прощаемся с вами. Удачного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова